Я гражданин России, супруга гражданина Эстонии, европейский паспорт. Если я подам на политическое убежище в США, могут ли возникнуть проблемы в контексте, почему не уехал в Эстонию? Ведь они ближе, там есть родственники, а в США никого и так далее. Могут? У вас вопросы возникнут 100%, потому что даже если вы подаете, вы заявитель и у вас гражданство той страны, от которой вас паспорт, если у вас есть официальная жена, то спросят, почему вы не можете уехать в ту страну, из которой жена. То есть вам в вашем случае нужно будет объяснять, что вы просите статус беженца из той страны, из которой вы приехали, но объяснить, почему вы не можете жить в той стране, в которой у вас тоже есть возможность легально жить. То есть нужно это все объяснять, и в принципе это вопрос решаемый, просто главное подготовиться правильно к этому. Был похожий вопрос, он там где-то дальше по тексту у нас, когда говорят, бывает ли такое, что человек может получить политическое убежище из стран Восточной Европы, из Польши, из Чехии, из Болгарии, вот как? Как бы из этих стран, допустим, тяжелее получать статус беженца, чем, скажем, из стран СНГ, то есть бывшего Советского Союза, но по некоторым категориям и в некоторых случаях можно получить статус. То есть смотря, опять же, по какой категории мы идем, там национальность, религия, политика, и на чем вообще базируется история этого человека, где он родился, там откуда его муж или жена и так далее. А вот, допустим, из демократического Израиля, вот может там палестинец попросить убежище и получить его? Ну, как бы у нас не было опыта с палестинцами, но в принципе, теоретически из Израиля, вообще теоретически из любой страны можно попросить статус. И, если честно, мы экспериментируем с подачей документов на беженство из Израиля. С палестинцами пока еще не было опыта, но с людьми, которые, скажем, отказываются служить в армии. То есть это единственная причина, из-за которой могут быть проблемы в Израиле. Есть религиозная проблема, скажем, или национальная, да, у палестинцев или, скажем, у христиан, которые приезжают из Израиля, которые считают, что их преследуют из-за их веры, вероисповедания. Это слабый такой кейс, то есть слабая ситуация, но если абсолютно вообще ничего другого нет, то пробовать можно. И, в всяком случае, будет хотя бы временное право на работу. А вот ограничения в гражданских правах, например, если человек не является галахическим евреем, вот он не может вступить в брак на территории страны, в гражданский, там, допустим, еще что-то. Он не может вступить в гражданский брак? Не в гражданский, я говорю. Вы имеете в виду, как бы, не религиозный брак? Это может быть основанием для чего-то? По идее, да, но из-за дружеских отношений Америки с Израилем, как бы, шанс получить статус беженца из Израиля очень-очень минимальный, практически не существующий. Хорошо. Можно ли потерять американское гражданство, не отказываясь от него? Например, получив гражданство Канады после гражданства США? Я думаю, что по этой причине нет. Вы можете прочитать, во-первых, есть эта информация просто в интернете, кто может потерять гражданство. Обычно это люди, которые просто предают страну, там, всякие террористы, шпионы и так далее. Да. Проверяют ли справки о побоях и так далее, которые ты поднешь на политическое убежище или нет? Есть ли у них такая возможность, как-то, неофициально проверить? Если честно, нам, конечно, 100% уже не рассказывают, что проверяют. То есть сказать вам, что не проверяют, не могу, потому что есть такие лаборатории, форензик-лаборатории, которые, в принципе, в которые могут отправить при желании оригинальную справку, чтобы проверить ее на срок чернил, которыми была эта справка заполнена. Если она напечатана, то тоже как бы срок в печати. Если ваш вопрос состоит в том, проверяет ли архив, как бы, есть ли эта справка зарегистрирована в архиве или нет? На данный момент мы думаем, что нет, но смотрят просто на то, как бы формат справки правильный или нет. И я думаю, что как бы тоже лучше обсуждать индивидуально, как бы конкретно вашу ситуацию и смотреть, как бы ваша справка выглядит реальной, легальной или нет. Вот вопрос такой. Человек хочет приехать по визе L1, по бизнесу. И вроде бы приезд по этой визе, получение этой визы не требует специального высшего образования, по специальности, как, например, в H1B. Но вопрос такой, а при получении грин-карты потом не будет проблемы с образованием непрофильным? Если честно, для L-визы нужно образование. И как бы смотря... Есть разные L-визы. То есть есть L-визы для людей, которые находятся на руководительных должностях, то есть менеджер или экзекютив. Есть L-визы для специалистов. То есть потом тип грин-карты тоже зависит от того, на какой позиции человек работает. То есть если это менеджер или экзекютив, то ему, скорее всего, нужно показать высшее образование. То же самое потом для грин-карты. Оно может быть высшим, но не профильным. Да, оно может быть высшим или непрофильным, но просто нужно доказать, что человек реально работал и будет работать на этой специальности. То есть это тоже... Там есть как бы креативная какая-то часть работы с этим. Поэтому, в принципе, если честно, практически у всех есть образование в любом случае. Если оно не профильное, насколько оно отличается? То есть если у вас, допустим, не знаю, там мастер-дегри в кулинарии, а вы потом менеджер в каком-то компьютерном бизнесе, то будет, наверное, сложно доказать, что вы квалифицируетесь на должность экзекютив. То есть образование имеет значение и при получении визы, и при оформлении гражданства. Да, но это зависит... Смотрите, если нет учетка, там, не знаю, мастер-дегри в менеджменте, и человек идет на менеджмент, а что-то есть там опыт работы и так далее, или образование в другой сфере, тогда просто сложнее все строить. Но это не значит, что откажут. Просто нужно применить больше усилий, чтобы построить убедительную историю. Могут ли возникнуть трудности с получением турвизы у моих родителей, если мы с мужем в процессе политического убежища? Может им получить визы до нашего отъезда из России? Я к этому добавлю, а если они получат визы до их отъезда, то впустят ли их в страну потом? Если те уже подали на политику, а эти приезжают, родители приезжают с визами. В идеале получить визы до отъезда детей, которые будут подавать на беженство, и если они уже визы получили, то в аэропорту гораздо меньше шансов, что спросят насчет детей, чем если они еще не получили визы и пойдут в посольство. То есть гораздо более безопасно все-таки визы открыть до отъезда детей. А могут остановить в аэропорту по этому делу? Могут, то есть нужно просто говорить, что едут люди в отпуск, и тоже подготовиться к этому правильно, чтобы не выдать своих детей, которые подали на беженство. То есть, знаете, все-таки на эти вопросы щепетильные лучше говорить лично, а не как бы в общем таком форме, и людей консультировать конкретно по их ситуации. Но по идее, если они не скажут, что мы едем к детям, которые ждут статус беженца, то по идее им не должны отказать. Мне это напоминает, у нас хирург был на канале из Кливленда, такой хороший, хороший такой дядька, настоящий такой. И там все спрашивали, а как в Америке лечится вот это? Он говорит, как же, это же диагностировать надо, это же, то есть он, он так не умеет лечить. Смотрите, это да, лечит. Да, немножко есть, да. Значит, какие достижения, а нет, извиняюсь, я неоднократно слышал, что сейчас достаточно охотно дают убежище представителям ЛГБТ и религиозным беженцам, а политическим, напротив, сложнее. Этот вопрос так часто задают, если честно, но абсолютно нет разницы, или там нельзя сказать, что по одной категории легче получить статус, а по другой сложнее. Это неправда. Есть несколько категорий, которые вы указываете, то есть религия, политика, национальность и, скажем, сексуальное меньшинство, это часть социальной группы. Главное не выбрать правильную категорию, а главное вписаться в одну из категорий и убедительно доказать свою историю, потому что люди, в принципе, одинаково получают положительные результаты или отрицательные, независимо от категории. Главное, чтобы вы лично вписывались в эту категорию, а не пытались подстроиться под то, что самое популярное. Сегодня, если честно, сегодня вот из России, из Украины, мне кажется, легче всего по политике идти или по национальным преследованиям, но точно так же, как бы LGBT и религия, то есть если вы реально подходите под эту категорию, то факт того, что у России с Украиной сейчас столько много проблем, то по всем категориям стало легче идти, потому что отношения стали хуже, и отношения к людям, которые чем-то как-то отличаются от такой признанной нормы, стало гораздо хуже. Поэтому сейчас проще получать убежище всем, чем было пару лет назад. Какие достижения и свидетельства указывают на то, что вы экстраординарный специалист в области программирования? У нас много технарей на канале. Можно получить вот эту экстраординарную визу, грин-карту за то, что ты какой-то экстраординарный программист. Можно. Если честно, это очень хорошая тема, и сейчас больше и больше людей, программистов, понимают, что они могут вписаться в эту категорию, что им не нужно быть выдающимися артистами, учеными, спортсменами и так далее, что вам важно показать, какой личный вклад вы внесли в сферу своей деятельности или в, например, какую пользу вы принесли компании, какую индивидуальную пользу. Если честно, очень помогает, если у вас есть патенты свои личные, нужно показать, что у вас есть оригинальные труды, публикации и так далее. Но при желании люди, у кого есть какие-то задатки к каким-то даже не то, что к экстраординарности, но просто к оригинальным каким-то вкладам, можно подготовить дело. Иногда просто это может занять не несколько месяцев, а полгода или год, но при желании практически всем можно помочь в этой сфере. Поэтому если вы не верите в H1B или работодатель отказывается вам помочь с грин-картой, скажем, просто через департамент труда, который проходит, то вы можете подумать о экстраординарной грин-карте, и при желании можно под нее подстроиться и построить дело, и пройти по ней. То есть это вещь, которая строится? Это реально строится. Это очень интересно. То есть для этого не надо быть в США, а можно быть где-то? Для этого можно быть где-то, но, если честно, не мешает, если вы в США, потому что вам проще будет тогда проявить себя. Может ли женщина навестить работающего по H2B мужа на неделю-две? То есть она так по временной визе, да? Там на три месяца. Может ли она его навестить на пару недель? По какой визе будет этот визит? Ну, это по такой же побочной визе, как если бы он был на H1B. То есть это из-за H4 нужно доказать родство и доказать, что вы туда временно едете, и вот, и по идее... Ну, дают-то, есть такие визы. Да. Со мной в России произошла история, которая, как мне кажется, может являться основой для подачи кейса на политическое убежище в США. Но я не могу собрать никаких дополнительных подтверждений. Есть ли смысл подаваться? Если все, что есть, это произошедшая история, ну, и рассказ человека об этой истории, есть ли шансы на положительный исход в случае, когда вообще все только на слове, грубо говоря? Есть. То есть есть ситуации, когда вы боитесь получить какие-то подтверждающие документы или они, скажем, были утеряны. То есть нужно говорить индивидуально с вами о вашей истории, потому что, смотрите, самой истории страшной, убедительной, такой душечипательной, то есть самой истории недостаточно. Важно, как вы будете отвечать на вопросы по этой истории. Поэтому если кто-то, скажем, вам помог написать историю, или, скажем, она похожа на того человека, у которого уже такая история прошла, это не значит, что эта история пройдет опять. Важно то, как вы будете по ней отвечать, поверит ли вам, что эта история произошла с вами. Недостаток документов или вообще их отсутствие — это не повод вам отказать. То есть, если честно, хотя бы что-то не мешает добавить, потому что последнее какое-то количество лет, лет 10-15, есть такой закон, который говорит о том, что вы должны хотя бы попытаться какие-то подтверждающие документы достать. То есть когда-то такого закона не было. А сейчас вы должны доказать, почему у вас этих документов нет. При том, что вы сказали, что, скажем, имейлы от каких-то людей могут, например, вполне подойти. То есть нужно, если честно, сначала написать историю и обсудить ее, посмотреть, или вы реально сможете ответить на вопросы по этой истории, чтобы вам поверили, что она правдивая, а потом думать о подтверждающих документах. Если парень в Америке, грин-карта, через год подает на гражданство, а девушка в России, и они хотят пожениться, как лучше привезти ее сюда? Поехать ему туда, жениться, и оформлять на нее документы на въезд? Или лучше, чтобы она приехала в Америку как турист, жениться уже здесь? Вот как лучше сделать? Это зависит от нескольких вещей. И, если честно, я людей консультирую в индивидуальных случаях, как бы что для кого лучше. Но вариантов несколько. То есть один вариант – это вы едете, расписываетесь с ней за пределами Америки и подаете документы даже до получения вашего гражданства, а потом меняете категорию подачи, когда получаете гражданство. Второй вариант – это вы просто ждете гражданства и сразу все подаете, чтобы потом не менять категорию. И третий вариант – это девушка получает визу, приезжает в Штат и подаете на месте. Проблема в том, чтобы ее не заподозрили в иммиграционных намерениях, когда она будет как турист ехать в Америку. Если вы хотите подавать все в Америке, то не нужно расписываться заранее, потому что ее тогда не пустят по гостевой визе или скажут, что она имела иммиграционные намерения и обманывала. Поэтому, если вы думаете, что она приедет по визе, то лучше с ней заранее не расписываться и потом первые пару месяцев тоже не расписываться. И иметь билет обратно точно так же, как тем, кто хочет потом остаться, скажем, и подать на статус беженца. То есть ей должны поверить, что она не имеет иммиграционных намерений и что она едет как турист. То есть никаких лишних вещей, документов и билет в оба конца. И если она скажет, что она едет к вам как жениху, там, не знаю, гражданского мужа, бойфренда, ее могут развернуть обратно и потом не дать документов. Поэтому ей должны поверить, что она турист. Вот на тему обоссоединении с человеком, который только грин-карта, вот очень много народу интересуется или там, скажем, они не столько даже интересуются, сколько они уверены, что это невозможно. Вот он говорит, вот я приехал, там вот он въехал в страну два месяца назад по грин-карт-лотереи, он там въехал с грин-карты и он думает, я вот маму могу или там кого-то, жену забрать только там через пять лет, когда получу гражданство. В то же время мы слышим разговоры, что вот можно подать раньше, даже человек с грин-картой может кого-то воссоединить и что это не так долго. Есть разные правила воссоединения детей с родителями и мужа и жены. То есть если кто-то из детей выиграл грин-карту или просто ее получил там, скажем, по рабочей линии или там по воссоединению с женой и хочет вызвать, нет, допустим, получил документ, получил грин-карту сам по себе, а потом хочет воссоединиться с родителями. Для того, чтобы воссоединиться с родителями, нужно только иметь гражданство американское. То есть дети на родителей не могут подать документы на воссоединение, пока у них нет американского гражданства и они не старше 21 года. Когда родители воссоединяют детей в обратную сторону, то родители могут иметь грин-карту и подавать документы на детей, если дети не женаты. То есть в обратную сторону работает. Родители могут иметь грин-карту и подать документы на детей, которые до 21 года или после 21 года, но которые не женаты. Если дети женаты, тогда у родителей должно быть гражданство. А долго занимает, я извиняюсь. Вот может легче достаться гражданства? И иногда меньше очередь, это звучит очень странно, но иногда очередь для родителей, у которых Гринкарта, воссоединение с их детьми, иногда это очередь меньше, чем очередь для тех, у кого уже гражданство и кто вызывает своих детей. Поэтому иногда люди оттягивают получение гражданства, потому что та очередь идет быстрее. Но воссоединение между мужем и женой и родителей с детьми, которые младше 21 года не женатые, правила совсем другие. И там очереди короче. Если у мужа или жены, которые находятся в Америке, только Гринкарта, а супруг второй находится за пределами Америки и дети до 21 года, то сейчас это где-то полтора-два года, чтобы воссоединиться. Не нужно получать гражданство. Так что это здорово, слушайте. Да, поэтому мы такое тоже делаем. Люди многие об этом не знают, но такой вариант существует. Значит, вопрос к Светлане. У меня постоянная гринкарта. Я подала на воссоединение с неженатым сыном в 2010 году. То есть, казалось бы, да? Быстро должно. Но недавно он женился. Появился ребенок. Я оповестила NVC, видимо, НБА. National Visa Center и дело закрыли. Они попросили выслать копии, свидетельства о браке, паспорта жены и так далее. Я выслала два месяца назад и думала, что кейс закроют. Но вчера получила имейл, что надо еще выслать недостающие документы. Affidavit of Support и Financial Evidence. Я что-то совсем запуталась. Получается, что процесс продолжается. И я смогу воссоединиться с сыном? А потом он подаст петицию на свою семью? Проясните, пожалуйста, ситуацию. А если у вас еще нет американского гражданства, и вы его не получили до того, как сын женился, откажут. Петиция просто пропадет, и вам придется все подавать заново. То есть они морозят ей голову за досылкой документов? Да. Единственный вариант, это если ваш сын будет разведен, и если еще не успели отменить петицию, то вы можете воссоединиться с ним и с его детьми. То есть он может ехать и брать несовершеннолетних детей с собой, а свою жену ему придется воссоединять потом полтора-два года, если он приедет к матери, у которой грин-карта. То есть это как бы странная такая ситуация, но она немножко усложняет дело. То есть они ей говорят, дошли это, дошли это, дошли это, просто чтобы закрыть кейс с полным комплектом документов? Ну нет, просто я думаю, кто-то не посмотрел туда, куда нужно просто. Есть ли разница в том, чей кейс подавать? Мужа или историю жены? Ну, собственно, мы упоминали, там мы смотрим, чей кейс. У кого, даже не то, что у кого убедительная история, если это муж и жена, то в принципе история общая, нужно решать просто, кто лучше будет отвечать на вопросы на собеседование. В случае отказа, например, по кейсу мужа, можно ли подавать следом вторую историю, например, жены? Можно, но ее документы могут не принять потом. То есть, если честно, лучше эти вопросы решить заранее, хотя если дело мужа закрыть, то теоретически можно. Теоретически можно, но нужно правильно подготовиться к этому. Я планирую подаваться на беженство только через два года. Значит, нет проблем сейчас. Хорошо звучит. А мой отец хочет попытать счастье в розыгрыше грин-карты в этом году. Вопрос, не будет ли у меня лишних проблем на интервью, на получение политики, учитывая, что мой отец имеет иммиграционные намерения и играл в лотерею. Это никак не повлияет на решение консула по поводу моего дела. Участие в лотереи вашего отца – это не иммиграционные намерения. Розыгрыш лотереи не считается подачей на грин-карту. Даже если это называется подачей на грин-карту на русском, это не подача на грин-карту, это просто лотерея. И просто участие вашего отца в лотереи никак не повлияет на получение визы вами. Но если ваш отец выиграет грин-карту в лотерею и получит грин-карту, это может как-то повлиять положительно или отрицательно на получение вами визы. Идут ли какие-то процессы по ускорению рассмотрения кейсов и уменьшению очереди? Может, офицеров новых нанимают или еще какие-то шаги предпринимаются? Предпринимаются, офицеры новые нанимаются. И еще в прошлом году открыли два новых офиса, которые находятся один в Бостоне и один в Новых Орлеанах. И статистики по срокам рассмотрения дел в Бостоне у нас пока нет, но в Новых Орлеанах где-то 5-6 месяцев всего лишь очередь. Там условия жизни не очень хорошие. И, если честно, это немножко рискованно там подавать, потому что есть шанс не успеть получить право на работу до того, как вызовут и откажут. Тогда апелляция все равно будет тянуться около 5 лет, а права на работу не будет. Поэтому это нужно делать тем, кто уверен, что все получится с первого раза, и кто готов пожить в погодных условиях и нехваткой работ, и низкого уровня проживания в Луизиане. Поэтому это не самое лучшее место. Хотя некоторые люди там живут, и у кого все получается, получается. Там симпатичный такой музыкальный городок есть, но жизнь там не сладкая. Поэтому там такая очередь маленькая сегодня. А сейчас очереди везде уменьшились, кроме Лос-Анджелеса. То есть в Лос-Анджелесе сегодня, то есть в Лос-Анджелесе покрывается Диего, Аризону, Лас-Вегас и так далее. Там очередь около 5 лет сейчас выросла. А в других местах, где была очередь около 4 лет, там Флорида, Техас, стало чуть меньше 3 лет. И в Сан-Франциско примерно год и 10 месяцев, 2 года очередь не такая страшная. К Сан-Франциско относятся Сеатл, это штат Вашингтон, город Портланд, штат Орегон. И некоторые люди едут туда, там подешевле, чем в Калифорнии Северной. И все равно собеседование проходит в Сан-Франциско. Я, честно говоря, слушая вас, подумал, что это же кем надо быть, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что я с первого раза там что-то получу. Еще не зная статистики этого места, людей, которые там работают и так далее. Если честно, есть такие дела, когда, по идее, видно, что очень высокий шанс. Смотрите, сегодня общая статистика по всем штатам и городам, это где-то 40 с чем-то процентов шанс пройти с первого раза. Это огромный шанс. То есть практически один из двух должен пройти. Это для наших или с колумбийцами? Это вообще общая статистика по всем офисам и по всем подающим. Поэтому наша задача вписаться в тот процент, который проходит. Вы же идете наравне с теми, у кого вообще никаких шансов нет. Кто готовится сам, кто подает слева истории, абсолютно неподготовленные, делает ошибки. То есть мы же с вами не будем делать ошибки, правильно? Мы будем подавать все с документами. Многие подают просто, чтобы право на работу получить на несколько лет, и, собственно, им больше ничего не надо. Да. То есть поэтому, в принципе, есть люди, у которых вот явно там по документам вроде как видно, и история убедительная, и внешний вид все доказывает и так далее, то, по идее, очень высокий шанс получить документы. То есть просто вот такие ситуации тоже есть. В заграничном паспорте есть виза в Европу и в США. Надо ждать, когда закроется виза Шенген, чтобы поехать в США по политике? Или можно ехать сейчас? Не спросят потом, почему не воспользовались шенгенской визой для политики? Спросить могут. Если честно, просто лучше ехать не через очень большой срок после получения самой визы, хотя бы в Америку. Хотя можно поехать и через полгода, и через год, если у вас, скажем, виза на 10 лет. То есть у вас больше шансов, что будут вопросы в аэропорту, почему вы не ехали столько времени, а визу получали раньше, чем их не будет особо волновать, что произошло с шенгенской визой. То есть это не фактор. Да, а то можно сказать, я там сейчас много из Сирии понаехал, и думаю, что я там буду? Да, сейчас все бенефиты съедят, мне не останется. Хорошо. Хорошо. Вот вопрос на засыпку. Как должен выглядеть идеальный иммигрант, подающий на политическое убежище в глазах адвоката? Ну, как бы в глазах адвоката или в моих глазах? Ну, вы как представитель адвокатского корпуса. А как он должен выглядеть? Если честно, я не совсем понимаю вопрос. Вы имеете в виду, как вести себя со мной или как вести себя перед... Какими качествами он должен обладать, чтобы вам было легко с ним работать, чтобы было понятно, что у него шансы высокие и так далее? Я бы хотела, чтобы мои клиенты мне говорили правду, и если они пришли и согласились работать со мной, чтобы они прислушивались моему совету. И я же заинтересована в том, чтобы каждый клиент получил статус, не просто набрать большое количество клиентов, потому что мне очень важен результат, мне важна моя тоже репутация. Поэтому важно, чтобы человек мне рассказал правду и прислушивался совету, постарался максимально сделать, что положено сделать с его стороны. Я на самом деле вот то же самое сказал бы, если бы меня спросили, Миша, вот какой у тебя идеальный студент? Я говорю, ты который слушает, что ему говорят? Потому что столько всего происходит, когда люди не слушают, и почему-то у них уверенность есть, что они там... Лучше знают. Не то что, но вот могут, могут и там, да, лучше кто-то сказал. Лучше знают, что они там, да, лучше кто-то сказал, что они там, да, лучше кто-то сказал.